Всем доброго времени суток, друзья! Вот сегодня в таком пастельном тоне захотелось пригласить мне колоды, которых давно уже не было. Это колоды Лос-Карабеевская классика, соответственно, и Мэйджи Книга. Вот давайте с ними и поработаем, потому что иногда бывает, что пробивает ностальгия, и хочется посмотреть на тех, кого давно не видела уже в кадре. Сегодня тема хорошая, неусытный контроль. И хочет ли кто-то вас контролировать, хочет ли кто-то, прямо вот каждое ваше действие, куда вы пошли, что вы делаете, все знать. Или даже если кто-то спрашивает, то это, ну, больше такая маска. Вроде как я забочусь, вроде бы спросил, вот что это на самом деле происходит. Давайте посмотрим. У нас сегодня фигурки вспомогательные тоже будут. Полный праздник всего навалом. На первую позицию котик у нас. Отправляется вторая позиция сердца из Кахалонга. Третья позиция великолепный желудь. Выбирать можете хоть по порядку выкладки первая, вторая, третья, хоть по порядку открытием, ну и хоть по фигурке. Как нравится, так и загадывайте, пожалуйста. Если вы хотите на эту или другую тему индивидуальную консультацию, расклад ваш личный, индивидуальный, то в прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику ссылочка на видео, в котором подробно с уважением к вам. Я рассказываю, как вы можете получить индивидуальный расклад для себя. Я смотрю любые вопросы, то есть темы смерти, здоровья, диагностики магического негатива и прочее. Я могу смотреть все. И отношения, ну само собой самые популярные, конечно же, тематики для раскладов. Это отношения, это перспективы этих отношений, перспективы встречи. Все это, естественно, смотреть можно. Здесь будет реальная информация, то есть запугивать никто никого не будет, когда там, ой, у вас все плохо, бегом ко мне на ритуалы. Но также могу сказать, что обелять особо, да, то есть бывает такое, что у торологов ложится просто какая-то катастрофа в раскладе, а при этом сидит такая дамочка и говорит, ой, ну у вас все хорошо будет, абсолютно все хорошо, в то время как человека надо предупредить, чтобы он обратил внимание на какие-то факторы и не допустил или смягчил как-то не очень хорошие события. Поэтому я всегда за здоровый реализм. Для тех, кто выбрал позицию номер, а давайте позицию номер 3. Вот так сегодня мы начнем. Кэп неочевидность у нас. Так, желудь. Давайте посмотрим, что наш природный красивый желудь расскажет. Есть ли вообще в ваш адрес с чьей-то стороны неусытный контроль? Ну, вы знаете, здесь скорее либо на работе, либо в плане финансов, даже если это личное отношение, попытка, может быть, если не контролировать, то очень хорошо знать, куда вы потратили деньги, сколько у вас их появилось. Если вы что-то строите, ремонтируете, обновляете в доме, там, ну я не знаю, что человек может делать такого, даже если живет, не знаю, там шкафчик какой-то решили навесить, то 200 раз, даже если это соседка какая-то или кто-то еще может прийти и проверить, а как же Катенька у нас здесь занавесочку повесила, а ровно или нет, а какой цвет, а подходит или не подходит, а сколько стоила эта занавесочка. То есть здесь есть история, когда человек хочет знать информацию, владеть информацией, хочет иногда подавлять вас какой-то информацией. То есть такие люди есть, и особенно в финансовом аспекте реально могут лезть, расписание пытаться узнать, там, а когда у тебя выходные, да, еще какие-то вопросы задавать. Очень даже могут. Очень даже могут. Кто эти люди? Ну, это семья, у кого-то это семья, я вам могу сказать так, что вы и сами контролер тот еще. В большинстве случаев, может быть, не у всех это отыграется в общем раскладе, но у достаточно большого количества людей я вам могу сказать так, что вы тоже, и дай бог, можете, если захотите, проконтролировать кого угодно и как угодно. Причем иногда может резко как-то внезапно приходить такое решение, что-то я давно Олечке не звонила, надо ее отконтролить прямо сейчас. Вот бывают такие тоже моменты. А так в основном близкие люди, друзья и семья. У кого-то это мужчина, знака воды или воздуха, до 40 лет, с которым вы по работе, по делам, в том числе, можете быть связаны. Вот он немножко как-то на нерве. Ему нужно сейчас что-то решить. И для того, чтобы, скорее всего, это решить, он и может пытаться вас как-то играючи. Бывает такое, что вроде шутки юмора. Так вот, с шуточкой, с шуточкой, а что, Танечка, где была? И так далее. А на самом деле информация человеку нужна. И, наверное, на это обратить внимание стоит. Перспектива. Ну, вы знаете, периодически будет такая история. Более того, будет еще определенное столкновение интересов. Зачем это людям? Ну, вы знаете, для того, чтобы защититься самому и выстроить свои правила. Причем иногда с не очень хорошими, допустим, какими-то планами спрашивают. Например, спрашивают, а когда вы будете выходная, чтобы вас на работе в этот день не было, чтобы там что-то без вас замутить. Вот какие-то такие моменты могут быть. И чтобы контролировать ситуацию, контролировать время, тоже это может быть со стороны человека. Пока что будет продолжаться, но по этому поводу может разгореться спор. То есть вы можете со своей стороны еще и объяснить, что ты знаешь, там, Ван, мне не нравится, когда ты так делаешь. Я не хочу, чтобы ты там знал все до секунды, до минуты. Да. У кого-то, к сожалению, но это у маленькой части, не для всех это проиграется. Есть такой момент, когда у человека есть любовница, любовник, да, там, или вот какие-то встречи, которые вам не нравятся. Или дети там, ой, мамочка, а ты когда сегодня придешь? А я сегодня в 8. О, хорошо, я там Катьку домой приглашу, посидим, там, тортик поедим. То есть вот здесь может быть такая история, когда спрашивают, где вы, что вы, как вы, для того, чтобы на какое-то время от вас, ну, грубо говоря, избавиться и свой график подстроить под ваше отсутствие. Вот такой момент тоже у кого-то проиграется. Давайте вам предостережение, совет. Ну, смотрите, здесь не ждите чуда, чудите сами, можно сказать так. Карты говорят о том, что лучший подарок себе самому можете сделать вы сами. Точно так же, если вам не хватает общения в какой-то момент времени, никто лучше, чем вы, не сможет организовать вокруг себя, да, вот определенную энергетику. Для того, чтобы получить результат, который вы хотите, нужно что-то отдать и нужно играть роль того человека, который уже это как будто бы получил. Кстати, для вас, смотрите, вы даже вот здесь, что интересно, карты показывают, вы даже сами самостоятельно можете сделать свое какое-то расписание и тех, кто вас интересует, подогнать в это расписание. То есть попытку контролировать вас вы можете превратить в собственный контроль тех людей, которые уж слишком сильно и активно лезут к вам. То есть хотели сконтролировать вас, а получится, что попались сами в этой ситуации и уже вы контролируете их. Вот такой хитрый маневр вы можете провернуть. То есть здесь такое бывает, когда инициатива наказуемая. Бывает такое, что человек пытается как-то, да, допустим, проконтролировать вас и вы это принимаете, но разворачиваете против этого человека. Хорошо, ты теперь всегда будешь знать, что я делаю, как я делаю и принимать в этом участие. Такие вот моменты, хитренькие выверты тоже можно здесь сделать. Позиция котик. Давайте посмотрим, что котик нам расскажет. Есть ли в вашей какой-то ситуации неусыпный контроль со стороны окружающих? Ваш адрес. Вы знаете, я не могу сказать, что здесь есть большой контроль вас. Здесь больше история, когда человек сам хочет как будто бы тоже защититься от контроля или воздействий с вашей стороны. Иногда люди могут узнавать что-то о вас для того, чтобы не попадаться, да, вот вам под горячую руку. Такое тоже может быть. То есть здесь контроль может быть такой, что, ну, там, Людочка, как у тебя настроение сегодня? Все ли хорошо? А, ну, все окей, ну, все, тогда можно не бояться, а если нет, то хавайся кто куда. Да, поэтому здесь больше история, когда люди в целях защиты себя могут что-то пытаться не то чтобы контролировать, а просто узнавать. Здесь вот большого контроля нет. И если вас реально кто-то прям вот контролирует и тюкает вам на мозги, вы выбрали просто не свою позицию. Здесь идет очень интересная, кстати, история обмена, обмена энергиями, информацией, потому что вы периодически тоже пытаетесь узнавать о чем-то. Не могу сказать, что вы прямо глобально как-то контролируете что-то, но вы хотите откровенных отношений в большинстве случаев, поэтому старайтесь знать правду и иметь представление о том, с кем вы общаетесь. В целом, можно сказать, что это нормально, но вот мне не очень нравится, что кто-то, кто достаточно давно вас знает, может как-то очень странно сейчас пытаться получать о вас информацию, ощущение, что информацию человек толком не получает, но попытки какие-то не очень хорошие, то есть вместо того, чтобы взять, позвонить вам, искать, Лен, как твои дела, что там у тебя происходит и так далее, здесь человек может идти через какие-то окольные пути, то есть спрашивать у родственников, у друзей, у каких-то общих знакомых, как-то себя не совсем адекватно может вести. Давайте посмотрим, кто это может быть. Кто-то, на кого вы обижены или обиделся на вас, человек, это произошло достаточно давно. Здесь вы знаете истории с поссорившимися друзьями, родственники, особенно матери или старшие женщины, с которыми вы не общаетесь, но у которых есть возможность у кого-то других спросить что-то о вас. Вот такая здесь идет ситуация. Вот об этом здесь как-то. Да, здесь кто-то пытается в том числе просматривать, здесь есть история, когда человек из-за своих переживаний, не потому что больше о вас хочет знать, а сколько более, знаете, вот к тому, что он успокаивает себя какими-то такими просмотрами, он идет, он может заниматься мантикой, он что-то смотрит, но это больше про его переживания, чем про вашу жизнь на самом деле. Здесь человек тратит свою энергию на то, чтобы посмотреть вас. У кого-то это мужчина до 39-40 знака воды или воздуха. А так подумайте, кто из людей обиженный, затаивший, да, вот такой какой-то товарищ, с кем было когда-то хорошо, но на сегодняшний день человек вроде как и особо не общается с вами, но переживания еще не улеглись, поэтому человек может в том числе ходить куда-то, что-то смотреть про вас и через третьих лиц выяснять, что происходит в вашей жизни. Это все на эмоциях. То есть здесь больше про то, что любопытствует, не контролирует. У человека нет ресурса для того, чтобы вас контролировать. Скорее всего и не получится. Но так есть ли желание контролировать? Вы знаете, желание было контроля, но оно как-то вот пропало, оно утрачено. Когда-то пытался, возможно, человека контролировать. На сегодняшний день не контролирует, но вот что-то выяснить, наблюдать может. Пока все так же будет оставаться, пока человек волнуется, пока он на эмоциях периодически будет это делать. То есть завершение какого-то этой ситуации пока особо активно ждать не приходится. Вам-то что делать в этой ситуации? Вы знаете, явно особо не манипулировать тем, что происходит и тем, что создается здесь. И здесь вот смотрите, если человек, мужчина старше сорока лет, знака земли или огненного знака, старайтесь с ним не общаться, не связываться, не поддавайтесь на провокации и манипуляции, которые человек может к вам как-то периодически закидывать. И знаете как? Вот не надо делать человеку взаимность. Человек что-то сделал и вы берете и так же ему делаете. Вот пока что не нужно этого. Вам вообще лучше переключиться на какие-то другие вопросы. Возможно у вас состоится в ближайшем будущем какая-то поездка, которая касается в том числе работы. Вот лучше подготовиться к ней. То есть закрыть себя в интересе, который для вас благоприятен. То есть сосредоточиться пока что на чем-то другом можно и нужно. Ну и здесь история такая, когда если вы хотите что-то наладить, вы можете в адрес этого человека предпринять откровенную, какую-то нормальную, адекватную попытку коммуникации на не очень, да, вот серьезных каких-то таких щах, если можно так выразиться. Если это кто-то из бывших или бывших друзей, приятелей, то здесь можно иногда, да, вот, периодически, если вы понимаете, что человек страдает, переживает, пообщаться как-то по-человечески легко, но без каких-то обещаний будущего, если вам это интересно. Если нет, то здесь просто уйти в свои какие-то переживания, в свои какие-то дела и заниматься своей жизнью. Это как вариант, ну, я вообще считаю, что всегда лучше всего заниматься своей жизнью. Это было бы оптимально для всех. Ну, а там как получится. Давайте смотреть далее. Первое, второе, третье, компот, бульон сердечный у нас на третье. Давайте смотреть, есть ли здесь, в этой ситуации, какой-то неусытный контроль в ваш адрес. Ну, вы знаете, могу сказать так, что есть из каприза, из какого-то определенная попытка контроля, есть попытка человека ограничить вас в чем-то. То есть для человека бывает, человеку бывает приятно, если он имеет власть вас в чем-то ограничить. То есть вот вы хотели пойти в кино, но там человек такую мину кисленькую скорчил и так далее. Вы на все это посмотрели, что вот Вовочка же расстроится и никуда не пошли. еще какие-то вещи происходят. Человек рас, вот как-то полуманипуляцией такой вот, может действительно контролировать какие-то ваши шаги. Но это как-то по-детски, это очень как-то инфантильно получается. И в результате я не могу сказать, что это какой-то правильный контроль. Это неправильный контроль, но этот контроль может периодически приводить к тому, что вы меняете свои решения иногда. Да, вот называется я откажусь ради тебя. Но вы понимаете, что вроде бы как это не был такой жесткий контроль директивного плана, но вы все поняли, исходя из того, что человек показал собою, да, вот какими-то своими такими движениями чуть-чуть странными. Да, здесь человек, который реально может вас ограничивать в том, что вы делаете. И вроде как все справедливо, так и красиво получается. Почему фигурная карта не выходит, я не очень понимаю, но в любом случае, возможно, это просто слишком разные люди. Для кого-то мужчина до 40, знаков воды или воздуха. У кого-то просто это человек такой вот душевно, с которым вы вполне связаны, друг, приятель. Для кого-то это ученик или ребенок. Ну, ребенок. Ребенки, они разные бывают. Здесь лет до 22. У кого-то сложный подростковый возраст, когда вот между матерью, ребенком и так далее устанавливаются определенные отношения. Они тоже могут здесь проявляться. Ну, а для кого-то это мать. У кого-то может быть полное собрание выше обозначенных персон, потому что, естественно, расклад общий, и у всех может это отыграться сообразно его ситуации. Смотрите, если вы ничего не будете менять, то в течение ближайшего года-двух вот этот контроль, который сейчас идет через манипуляцию, может ужесточаться и будет становиться потихонечку более директивным. Поэтому давайте смотреть, что же вам делать-то в этой ситуации. Не жертвуйте тем, что вы, то есть своими планами какими-то и так далее. Вы не должны сейчас жертвовать, потому что сейчас вот под девизом помощи или там, ой, ну ты никуда не езди, мне же помощь нужна, останься мне, помоги со мной, посиди, побудь, что-то сделай. Вот под таким девизом вы можете получить действительно неусыпного контролера, который будет помимо того, что просто контролировать вас, еще и подстраивать вашу жизнь под свои интересы. У кого-то это может быть супруга или девушка, например, когда там, ну ты с парнями собирался пойти пиво попить. Ну да, я знаю, что ты две недели назад мне еще об этом сказал. Ну понятно, все, конечно, я тебе не важна, иди туда. То есть здесь вот может быть реально такая история в этой ситуации, и она может давлеть над вами, и вас это будет тяготить. Поэтому чем больше вы будете сейчас одну за другой жертв каких-то в этой ситуации позволять себе и позволять себя продавливать и капризничать вот так собой, тем хуже и эмоционально дискомфортнее вам будет. Поэтому здесь, ну, не надо отдавать прямо все, 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 и очень быстро идти, да, на какие-то жертвы. Не надо, чтобы человек, который так делает с вами, привыкал к тому, что по первому щелчку пальцев вы уже бежите, вы уже готовы реализовывать все, что этот человек сказал и пытается сделать. Здесь нужно вам все-таки уметь отстаивать свои какие-то интересы. И здесь ситуация такая, когда просто кричит, да, вот нам совет о том, что, знаешь-ка, дорогой, ты должен понимать, что есть еще другие люди в этом мире и другие задачи. И вы должны отстаивать, в том числе, свою возможность общаться с какими-то другими людьми. Потому что здесь, вот судя по тому, что мы видим, человек практически пытается замкнуть вас на себе, не разрешая, прерывая какие-то ваши контакты с внешним миром. То есть здесь вот свет клином на нем, на том, кто здесь у вас контролером является, должен, по его мнению, сойтись. Это крайне неблагоприятно для вас. Я не говорю о том, что вы должны там бросать человека, плохо с ним поступать. Но однозначно, если вы будете только сидеть и смотреть в рот этому человеку и никуда не двигаться больше, и только видеть то, что говорит он или она, то это вредно повлияет в конечном итоге на вашу жизнь. Поэтому тут совет такой, что отстаивайте свои интересы, смотрите немножечко шире на мир. То есть не надо исключительно видеть того человека, который манипулирует вами, но и смотреть, как живут другие люди надо. И видеть какие-то другие принципы общения тоже нужно. Поэтому если вам нужно собственное пространство, вам нужно личное время, свои какие-то тоже, моменты интимности наедине с самим собою, вам нужно об этом говорить. И бывает такое, что нам одного человека вообще немало. Я не говорю сейчас о каких-то сексуальных вопросах и так далее. Просто бывает такое, что какой-то друг хочет быть просто единственным и не принимает то, что есть какие-то приятели у вас еще свои, какие-то клубы по интересам, может быть, какие-то другие моменты. То есть для вас мир должен быть немножечко шире, потому что у вас тот человек, который вот так вот контролирует очень жестко, может зашурить, и вы перестанете развиваться. Поэтому здесь вот думайте сами, решайте сами, но карты свои, моменты, нюансы, слова сказали. Я желаю вам удачи и благополучия, друзья. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok